Наша Родина имеет богатые культурные традиции. И сегодня для нашего села есть возможность научиться жить, приехав на эту землю, строить дома, создавать семьи, рожать детей и быть достойным гражданином своей Родины. Что мы сегодня видим? Ведь все молодое поколение устремляется в город. Что там есть работа, там есть лучшие условия для жизни. И получается, наши села и поселения находятся на грани вымирания. Но тут можно переходить к какому-то новому проекту, когда не село приходит в город, а город приходит в село для улучшения жизнедеятельности человека. И тогда здесь уже будут и возрождаться и школы, и какое-то сознание, какой-то быт, что сегодня, может быть, пугает современного человека. Я надеюсь на милость Божию. Село стоит на высоком берегу Аки. Живописное очень место. Каждый дом, вот там, где есть дети, там, где и нет детей, оснащен интернетом. Хочется сказать про нашу молодежь. Вот они кончают девятый класс, уезжают учиться. Кто в Муром, кто в Навашино. Но потом, после учебы в колледже, они все равно возвращаются сюда, к своим родителям. Они снова возвращаются сюда на землю. Село имеет свою библиотеку. Село имеет свой храм, который тихо, мирно начинает восстанавливаться. Местные жители своими силами принесли иконы, приложили какой-то труд, приложили какое-то старание, чтобы все это подготовить к богослужению. И вот по сей день, по сей день, конечно, совершается Божественная Евхаристия. И это самое главное. Когда совершается Божественная Евхаристия, это говорит о том, что сознание человека, оно постепенно меняется в лучшую сторону. Сейчас мы приблизились к такому положению вещей, что находятся добрые сердца, добрые люди, благотворители, попечители, которые действительно положили добрейшую мысль, добрейшее прилежание для того, чтобы храм этот возродился. Чудесный, красивый храм, пристал в своем достойном величии. Храм должен быть красивым, воздушным, на берегу реки. И его имя, Рождество Пресвятой Богородицы, его миссия, это должно быть село под его покровительством. На фоне такого храма не может быть таких улиц не заасфортированных. Здесь должно быть красиво все. Богородица, она должна облагородить и нас, и село, и людей, и помочь. Мы надеемся, молимся, и что можем, что от нас зависит, делаем. И у нас был такой тезис, или как сказать, вопрос, кому на Руси жить хорошо, он некрасовский известный вопрос. Мы на него ответили для себя, я думаю, что он ответ подойдет всем. На Руси живет всем тем хорошо, кто ее любит. Молодым людям, которые все впереди, которые все еще могут сделать, и они хотят этого сделать. Вот ими жить, ими творить, и мы на это рассчитываем, и им помогаем это осознать и реализовать. Село не просто быть, а расцветать. Быть это маловато. Есть такие прецеденты, есть такая работа, появляются люди, они вернулись из города, кто-то вернулся назад, кто-то просто переехал посмотреть на сельскую жизнь иначе, и решил остаться. У нас есть молодой преподаватель, который приехал в Клин, пришел, сказал, я хочу здесь жить, мне это интересно, чем вы можете мне помочь. Мы предоставили им возможность работы, возможность заниматься с детьми. Сразу появилось объединение людей, причем и взрослых, и детей. Стали своими силами ремонтной работы дома культуры и спортивного зала школы, для того, чтобы можно было заняться спортом. Приобретаются тренажеры, приобретается форма. Родители стали приходить и смотреть, где же все-таки их дети занимаются. Оказывается, есть чем заняться в селе, оказывается, есть люди, которые готовы заниматься с их детьми. Это стало намного интереснее. Ну, давно хотелось просто попасть в деревню, в русскую деревню, попасть в храм, вот, именно вот деревянский хотелось. Вот как-то не получалось, вот, зайти туда, вот, и... Ну, вот, как-то вот приехал к своему другу, вот, в начале на три дня, потом уже в отпуске на три недели, вот, а потом вообще уже, как непосредственно, понравилось место и сама природа, вот, русская деревня такая, вот, как говорится, вот. Ну, и, конечно, не обошлось без Бога здесь. Субтитры создавал DimaTorzok